Дорожная инспекция 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 Что еще случилось на дорогах Краснодара и попало в объективы камеры единой дежурной диспетчерской службы? Смотрите далее. Ночью на северной седе на легковушке, объезжая попутчика слева, не вписалась в свою полосу и оказалась на тротуаре. Однако предотвратить столкновение это не помогло. Поздно ночью перекресток Октябрьской и Калинина оказался роковым для отечественной лады и легенды японского автопрома. Тойота, кстати, пострадала больше всех. И все из-за лихача, который, видимо, решил, что он на дороге один. Этот почтенный господин, переходя дорогу по всем правилам, никак не ожидал такого поворота в прямом и переносном смысле. Водителем белого седана, кстати, оказалась молодая девушка, которая потом долго извинялась перед пострадавшим. На Дзержинского водитель белой семерки проигнорировал красный сигнал светофора и, не сбавляя скорости, решил проскочить перекресток. Закончилось все столкновением, в котором пострадали лишь машины. Не окажись на пути нарушителя серебристого хэтчбека, под колесами лихача мог оказаться пешеход. Грабитель с топором, который напал на Краснодарский банк, отправится отбывать срок. Его уже этапировали в 11-ю приморско-ахтарскую колонию. Опасный клиент ворвался в кредитное учреждение в июне. Нервы подвели грабителя уже на пороге. Он долго распаковывал свое оружие. Наконец справился и потребовал деньги у кассира. Однако тревожную кнопку уже нажали и дальнейшие события пошли не по плану. Сбежать налетчику помешали полицейские. Выяснилось, что под маской скрывался гость из Туапсе. Он признался на отчаянный поступок. Его толкнуло тяжелое материальное положение. Поправят его он не раньше, чем через 5 лет. К такому сроку его приговорил суд. Сбежал от кредиторов в кругосветное путешествие. Житель Красноярска, как сообщают судебные приставы, сейчас скрывается в африканской пустыне. Вячеслав Цыганков отправился в кругосветку в марте 2014 года. Оставит долги по кредитам и элементам на сумму больше, чем 150 тысяч рублей. Видеозапись пребывания в каждой новой стране путешественник выкладывает в интернет. На некоторых роликах он просит у неравнодушных пользователей денег, так как отправился в турне совсем без них. Я нахожусь в мороках. Мне нужна ваша помощь, друзья. Сколько не жалко. Делай добро и не унывай. Летай ты не призван ползать. Следите за моей группой ВКонтакте. Между тем приставы пытаются связаться с последователем Конюхова, чтобы официально сообщить. Он объявлен в федеральный розыск. После этого у путешественника будет 10 дней на добровольное возвращение в родные пенаты. Иначе ему грозит тюремный срок. Это все криминальные новости на сегодня. Если вы стали свидетелем происшествия или курьезного случая, снимите это на фото или видео и пришлите в редакцию канала. Вы сможете стать участником акции «Ты наш герой» и выиграть ценные призы. Подробности читайте на сайте, указанном на экране. Главное, не становитесь героями нашей программы. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok